многие об этом не знают имеет ли право инспектор гибдд забирать документы водителя служебный свой то есть собственный автомобиль друзья ссылку на источник как обычно я оставляю в описании вот под этим самым видео который вы смотрите также говорю вам подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе интересных и очень разнообразных новостей все автомобилисты знают что по требованию инспектора гибдд необходимо предоставить ему документы для проверки разумеется и безусловно сотрудник госавтоинспекции должен сначала представиться объяснить по какой причине вообще водитель был остановлен но иногда друзья все идет не по плану все идет не по правилу и инспектор берет ваши документы и уходит в свою личную патрульную машину вместе со всеми этими вот бумажками и при этом очень долго долго вообще долгое время не возвращается обратно и конечно же тут можно начать переживать разумеется что же там такое происходит почему полицейские так долго проводят проверку и вообще возникают вопросы в голове а законно ли все это и так пункт 30 статья фз о полиции говорит о том что сотрудники гибдд уполномочены проверять документы подтверждающие право управления транспортным средством также документы на перевозимый какой-либо груз также страховку осаго кроме того в административном регламенте госавтоинспекции указано что инспектор обязан бережно обращаться с документами на автомобиль не делать в них никаких пометок не мять и так далее к тому же время для проверки тоже должно быть как можно максимально минимальным и именно поэтому намеренно затягивать процедуру ему категорически запрещено и так идем дальше с вами вот тут возникает у нас с вами вопрос вообще а зачем сотрудник дпс уходит патрульную машину и забирает такие собой документы такое возможно если конечно же требуется дополнительная проверка например необходимо уточнить примеру наличие неоплаченных штрафов у владельца транспортного средства или к примеру можно сверить какие-либо фотографии с ориентировкой которые разослана полицейскими эти данные проверяются на специальном сенсорном планшете но из-за погодных условий яркое солнце или проливной дождь иногда работать со устройством на открытом воздухе не всегда удобно поэтому инспектор и уходит в свою патрульную машину я бы сказал алиса возвращается в кроличью нору но как правило такая проверка не занимает пяти семи ну пусть восьми минут так что подобные действия стража порядка абсолютно законны да и не должны у вас вызывать лишних подозрений но при этом если вы оказались в подобной ситуации для начала нужно взять смартфон включить на нем камеру или диктофон то есть приготовиться нужно заранее затем необходимо отправиться в патрульную машину и спросить у стража порядка скажите мне инспектор а по какой причине так долго проходит проверка моих документов и почему документы забрали и почему их не возвращают ничего мне не объясняют говорить необходимо четко как говорю сейчас я с вами достаточно громко чтобы весь разговор хорошо записался чтобы все было детально очень хорошо зафиксировано друзья и не забывайте мой вам совет что если с документами все в порядке и пдд вы не нарушали то закон будет всегда справедливо на вашей стороне вы же в россии живете здесь законы честные когда-то инспектора в разумительного ответа все-таки вам не поступило автомобилист может обратиться с жалобой например в прокуратуру к заявлению также обязательно следует приобщить запись из диктофона и сослаться на нарушение административного регламента будьте внимательны берегитесь липовых инспекторов и а и 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